Ремини – популярное туристическое место на побережье Адриатического моря, на севере Италии. Город входит в состав региона Эмилия-Романия. Туры в этот регион стоят недорого относительно других курортов страны, поэтому пользуются особенным спросом у русскоговорящего населения. Курорт удобен тем, что здесь можно сочетать пляжный и экскурсионный отдых. Многие туристы предпочитают селиться в недорогих отелях курорта, чтобы не только полежать на пляже, но и прокатиться по самым значимым итальянским городам для осмотра достопримечательностей. Ремини – ближайший курорт к городам, расположенным на севере страны, таким как Милан, Венеция, Верона, Флоренция, Генуя. Всего несколько километров отделяют ремини от самого маленького государства – Сан-Марина, столицы недорогого итальянского шопинга. Экскурсии из ремини по Италии очень удобны, между ремини и другими городами хорошо развита авиа, железнодорожное и автобусное сообщение. Особенно хорошо развита жд-сообщение, можно уехать на региональных, скоростных поездах. Из ремини ходит автобус по прямому маршруту ко многим городам. Билет стоит недорого, от 9 евро звездочка. Скоростной поезд позволит сократить время в пути, но стоит значительно дороже. Обратите внимание, туристы могут взять в аренду машину на весь срок поездки или несколько дней для самостоятельного осмотра достопримечательностей. Это позволит сократить время в пути и посетить больше направлений. Ремини на карте Италии. Здесь есть много вариантов поездки в соседние города из-за удобного расположения курорта. Поездка в Рим. Самые известные памятники культуры и архитектуры расположены в столице, и, в первую очередь, стоит посетить Рим. Расстояние до Рима составляет 400 километров и может быть преодолено несколькими способами. На одном из автобусов, Фликсбус, Балтор, или, Салга. Самый удобный и экономичный, первый вариант. Автобус идет по прямому маршруту, стоимость билета составляет на сегодняшний день 9 евро звездочка. Автобус идет до места 6 часов. Другие автобусы следуют с пересадками. На скоростном поезде, Флотча Бьянка, можно доехать до места за 3 часа 20 минут, который идет по прямому маршруту до вокзала, термине. Стоимость по самому экономичному тарифу 30 евро звездочка. Внимание, необходимо помнить, что поезд отходит от городского вокзала один раз в день, в 06.35. На региональном поезде можно добраться до Рима с пересадкой. Маршрут в Венецию. Расстояние между городами 169 километров по прямой, примерно 4 часа езды на автобусе. Несколько способов добраться до города, на автобусах, «Фликсбус» и «Балтор», первый из них более удобный и дешевый, курсирует ежедневно до аэропорта, кроме среды и четверга. Стоимость – от 9 евро звездочка. На скоростном поезде до вокзала Санта-Лючия можно добраться за 2,40 часа, оплатив за билет сумму в размере 20 евро звездочка. На региональных поездах время поездки составит 4 часа, а по стоимости будет выше, чем на автобусе, а также придется пересаживаться на другой поезд в Болонье. Поездка во Флоренцию. Флоренция располагается в 170 километрах от Ремини и добраться можно на том же транспорте, что и в предыдущих вариантах, длительность поездки на автобусе без пересадки составит 3 часа 50 минут, билет будет стоить от 9 евро звездочка. Несмотря на небольшое расстояние между городами, чтобы доехать до Флоренции, придется пересекать Аппенины, поэтому поездка не будет быстрой. На скоростном поезде с пересадкой в Болонье. Поезда курсируют каждый час в течение дня, и утром, каждые 20 минут. На арендованном авто удобнее всего путешествовать, чтобы не быть привязанным к определенному времени и с большим комфортом добраться до любого пункта назначения. Арендовать машину можно заранее или на месте, обратившись в одно из агентств Ремини. В другие города также можно добраться из Ремини. Например, за 5 евро на автобусе «Бонни-Лебус» можно съездить в государство Сан-Марина, расположенное недалеко от города. Расположено оно на склоне горы, и в жаркий летний день там прохладнее. Обойти его можно за один день, заодно и совершить покупки в этой зоне беспошлиной торговли. За час можно добраться до небольшого, но уютного городка Равена, которая успела недолго побыть столицей Римской империи. Интересен город Болонья, здесь можно побродить по старинным улочкам. Он является также транспортным железнодорожным узлом на пути в другие города. Экскурсии в Италии. Экскурсии из Ремини можно осуществить в составе группы или заказать индивидуальную экскурсию с русскоговорящим гидом. Это может быть тур, охватывающий сразу несколько городов или каждый город отдельно. Стоимость зависит от количества посещаемых городов и достопримечательностей. Групповые экскурсии. Экскурсии в Венецию на русском языке стоят от 75 евро звездочка на взрослого и от 50 евро звездочка на ребенка. Она включает в себя трансфер из отеля и обратно, билеты на катер, услуги русскоговорящего гида-венецианца. Программа экскурсии из Ремини. Посещение в Венеции основных достопримечательностей города, дворец Дожи, площадь Сан-Марко, мост, вздохов, мост, Реальто, дом Марко Поло, прогулка по каналу на теплоходе, посещение острова Мурана, где можно своими глазами увидеть, как изготавливается знаменитое венецианское стекло и купить сувенир на память. Во время экскурсии в Венеции предоставляется свободное время для самостоятельного осмотра города, сколько по времени, зависит от договоренности. Отправиться во Флоренцию стоит 75 евро, звездочка на человека. В экскурсию входит трансфер, билеты на транспорт, услуги гида. Флоренция – родина многих известных художников, скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Каждая улица города – это произведение искусства. Программа «Осмотр Кафедрального собора Санта-Мария дел Файор и площади Дуома с посещением колокольни Джота», посещение дворца «Палаза Векча», площади сеньории, исторического центра, моста Понте-Веккиа, Флорентийского университета. Для хорошей слышимости с более дальнего расстояния предусмотрены наушники, они включены в стоимость. Важно, экскурсии занимают весь день, поэтому необходимо хорошо подготовиться, взять солнцезащитные очки, воду, головной убор, фотоаппарат. Экскурсионный тур в один из самых романтичных городов, Верону будет стоить 75 евро звездочка. В состав тура входит трансфер, билеты, услуги гида. Путешествие начинается с озера Гарда, затем осмотр достопримечательностей города, дом купцов, знаменитый балкон Джульетты, дворец Правды, базилики, рыночная площадь и мост Понте-Пьетро. Экскурсия в Рим. Город на реке Тибер, основанный Рамулом и Ремом еще в 753 году до нашей эры. И стоящий на семи холмах, привлекает много миллионов туристов в год. Посмотреть на вечный город прибывают туристы со всего мира. В стоимость входят услуги гида, проезд до места и обратно, осмотр достопримечательностей. Прогулка по Риму начинается с древнего амфитеатра, шедевра древней римской архитектуры – Колизея. Рядом с Колизеем находится римский форум «Триумфальная арка Константина». Далее – осмотр Пантеона, собора СВ. Петра, находится в Ватикане, замка Сан-Т-Анджело. Можно поехать в составе группы, но лучше взять индивидуальную экскурсию. Экскурсия в Сан-Марина обойдется в 15 евро. Самое маленькое государство расположено в 20 километрах от Римени, доехать можно за 40 минут. Из-за близкого расстояния экскурсия не будет утомительной. На вершине горы, с которой открывается великолепная панорама на государство, состоится посещение сразу трех крепостей – Монтале, Чиста и Гуаита. В Сан-Марина часто проводятся праздники, фестивали, поэтому почти всегда на его территории можно увидеть танцующих людей в национальных костюмах. Экскурсии в Греции приобрести одну или несколько экскурсий можно, используя различные варианты, заказать заранее у туроператора, где приобретали путевку. Часто туроператоры сразу предлагают приобрести, дополнительно к туру, экскурсии. Но этот вариант немного дороже остальных. Купить в местном турагентстве. Этот вариант неплохой, но нет гарантии, что экскурсия будет проходить на русском языке. Забронировать онлайн на одном из сайтов, или Экскурсионная программа из ремени очень обширная, посетить можно любой город в северной и центральной части страны, не затратив слишком много времени на переезд. Звездочка Все цены актуальны на сентябрь 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова